Тверская область – центр реабилитации наркозависимых. Местное руководство решилось на эксперимент. Уже весной здесь появятся огороды. На них пациенты будут выращивать овощи к своему столу. Как рассказывает создатель центра, отец Андрей, сельскохозяйственный труд должен помочь лечению. Но главное – не воспринимать больных как бесплатную рабочую силу. Не имеем права их использовать. Если они здесь занимаются трудом, они трудятся на самих себя. И поэтому они это чувствуют, они это понимают, они это видят и работают с большой радостью и с удовольствием. В этом реабилитационном центре при храме наркоманов не только избавляют от пагубной зависимости. Учат забивать гвозди, класть плитку и даже резьбе по дереву. Александр Кулик – один из 20 пациентов. Уже несколько месяцев находится на лечении. До этого москвич 8 лет употреблял героин. Рассказывает, благодаря таким трудовым часам каждый узнает для себя что-то новое. Мы работаем всего 3,5 часа в день. Я даже был бы готов больше работать. Чем мне нравится здесь лечение, оно здесь не делает акцент именно на физическом труде. А в общем-то больше пытаются проблему в голове найти, чтобы человек какие-то чувства свои исполнил, эмоции, которые в момент употребления просто притупились и человек забыл. За год удалось не только отреставрировать храм и привести территорию в порядок, но даже построить дополнительный корпус. Теперь центр сможет принять на лечение еще 10 человек. Наравне с наркозависимыми во всех работах принимают участие и сами руководители центра. Уверены, трудотерапия – важная часть реабилитации. Это вписывается в идею приближения нашей жизни к реальности, где есть у мужчин тот же самый круг задач дома, по ремонту, по строительству, принятию каких-то решений. Строительство дома, уход за огородом или обучение ремеслам. Какую программу лечения выбрать, руководство каждого реабилитационного центра решает самостоятельно. В любом случае, говорят эксперты, главным фактором в избавлении от зависимости остается желание самого больного. Наталья Бухмина, Дарья Карасева и Александр Кирпиченок. LifeNews.